Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом Первый Деловой. В эфире проект Акценты. В этой программе говорим о рынке недвижимости, в частности о коммерческой. Прошлый год стал для этого сегмента переломным, отмечают профильные эксперты. Где-то ситуация стабилизировалась, где-то зафиксировали даже рост, где-то появились предпосылки для позитивных изменений. О ключевых тенденциях и ближайших перспективах далее говорим с Мариной Кристининой. Она руководитель отдела консультационных услуг в сфере недвижимости Международной аудиторско-консалтинговой компании «Ивай» в Украине. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Я предлагаю начать с предварительных итогов минувшего года. И на Ваш взгляд, можно ли говорить о том, что сегмент коммерческой недвижимости в Украине стабилизировался? Ну, я бы не согласилась, наверное, с определением от 2016 года как переломного. Скорее, да, можно говорить о первых признаках восстановления. Опять же, это не относится ко всем сегментам коммерческой недвижимости. О коммерческой недвижимости, ну, сложно говорить вот просто как о сегменте, да. В коммерческой недвижимости есть офисная недвижимость, торговая недвижимость, гостиничная, складская. И в каждом из них есть свои особенности. И вот это восстановление, оно не во всех сегментах проявляется одинаково. Где ситуация лучше, а где еще остаются проблемы? Ну, давайте начнем с офисной недвижимости. Офисная недвижимость, она, наверное, серьезнее всех, так же, как и складская. Они такие были лидеры... Попадению, да? Попадению, да. Это объясняется тем, что ввелось достаточно большое количество предложений. И это произошло два раза перед двумя кризисами, с которыми столкнулся рынок. И за вот несколько лет, по сути, это предложение так и не было поглощено. То есть предложение, по сути, до сих пор преобладает над спросом. И этому свидетельствует высокая вакантность в сегменте. Так, например, в офисной недвижимости вакантность, среднерыночный показатель вакантности продолжает оставаться на уровне 25%. Это очень много. Но это чуть меньше, чем было раньше, правда? Действительно, в 2016 году вакантность потихоньку сокращалась. Она более не 30%, а уже 23-25%. В зависимости от того, о каком сегменте мы говорим, это класс А или класс Б офисы. Но это действительно, это по-прежнему очень много. Если мы говорим о том, что поглощение на рынке ежегодное составляет порядка 100... То есть вот в 2016 году было поглощено 100 тысяч квадратных метров площадей. Мы понимаем, что при существующем объеме вакантных площадей поглощение их займет еще несколько лет. Поэтому оснований для того, чтобы, например, начался рост ставок в сегменте, на данный момент мы этих оснований для того, чтобы говорить, допустим, вот мы в 2017 году ожидаем роста арендных ставок в офисном сегменте. Оснований этому мы пока что не видим. То есть в этом сегменте все еще остается достаточно сложно. Но вот что касается, например, торговых площадей, я читала, что как раз здесь ситуация стабилизируется. И как раз на основании именно этого сегмента эксперты говорят о том, что уже намечаются некие позитивные тенденции, есть позитивная динамика, так? Ну, я бы, наверное, не говорила об этом так однозначно на самом деле. Действительно, торговая недвижимость, что очень удивительно, оба практически наших кризиса, которые случились за последние 10 лет, она преодолевалась с наименьшими потерями, так скажем. И уровень вакантности никогда, даже в 2009 году, он никогда не опускался ниже 10%. А это, ну, как бы ниже 10% – это такой показатель структурной вакантности, при котором, в принципе, ну, как бы считается, что рынок находится в неком равновесии, да, и при этом возможен, в принципе, даже рост арендных ставок. То есть, по большому счету, в торговой недвижимости всегда была такая ситуация, что вот даже в кризисное время спрос и предложения, они, в принципе, находились в каком-то состоянии равновесия. Сейчас сложилась интересная ситуация. Именно под конец года, на момент ввода в эксплуатацию торгового центра «Лавина», общей сдаваемой площадью более 100 тысяч, и, чтобы вы понимали, то есть у нас общий объем рынка порядка миллиона квадратных метров, то есть это где-то его десятая часть вдруг у нас единомоментно ввелась. И, безусловно, рынку было просто достаточно сложно его сразу же поглотить, поэтому вот в торговой недвижимости, в противовес тому, что я только что говорила про офисную недвижимость, где вакантность сократилась, в торговой недвижимости она выросла, да, но она, по большому счету, она выросла вот за счет введения одного торгового центра. И если мы вот «Лавина Мол» уберем из наших подсчетов, да, то показатель вакантности, на самом деле, он тоже падал в 2016 году в торговой недвижимости. На самом деле, почему, то есть вот эти вот позитивные, в общем-то, тенденции, они объясняются тем, что, по большому счету, спрос все-таки начинает восстанавливаться. Я не договорила про офисный сегмент, да, почему у нас сокращается вакантность в офисном сегменте. Вообще, рынок недвижимости, он вторичен, да, он идет вслед за экономикой, начинает восстанавливаться экономика, и с определенным временным лагом начинает восстанавливаться недвижимость. В торговой недвижимости она идет вслед за восстановлением потребительского спроса. Как только потребительские расходы возрастают, соответственно, увеличиваются товарообороты у ритейлеров, ритейлеры расширяют площади, у них увеличиваются товарообороты, они могут платить большие ставки аренды в офисном сегменте с точки зрения спроса какой основной фактор да вот что нужно для того чтобы поглотить эту вакантность нужно чтобы либо выходили новые компании они увеличивают спрос до либо существующие компании расширялись вот что было важно в этом году для офисного сегмента я просто возвращусь не успела не успела рассказать про сный сегмент важно есть некий опрос да который проводит национальный банк украины они спрашивают компании какие их планы относительно увеличения либо сокращения штата в 2016 году впервые за последние два года количество компаний которые планируют нанимать персонал она увеличилась и и вот это вот в принципе со временем это позволит расширение компании оно позволит все-таки сокращать сокращать эту вакантность с ключевыми тенденциями понятно мы несколько месяцев назад общались с наверное известным вам александром бондаренко представителем компании феопси украина и он тогда говорил о том что увеличивается интерес к украинской недвижимости в частности коммерческой со стороны иностранцев насколько эта тенденция закрепилась и вообще что можно вот об этом сказать и какие прогнозы на ближайшее время со стороны иностранных компаний я бы как бы они присматриваются да то есть вот то что мы видим это такой как бы некий вялый интерес то есть действительно они они спрашивают да какая ситуация или есть ли дистресс активы в какие то есть у нас спрашивают завета какие сегменты мы например считаем наиболее привлекательными для инвестиций а какие нам и ненты вы считаете прошу прощение наиболее привлекательными для инвестиций а на самом деле это зависит от конкретных пожеланий а то есть у них есть определенные требования да к доходности объекта до к типу объекта и так далее то То есть это на самом деле все зависит от того, действительно, от стратегии конкретной компании, либо конкретного инвестора. Здесь, наверное, имеет смысл больше говорить о том, где мы видим больший потенциал. И в каждом из сегментов, то есть вот сложно, например, сейчас существует на рынке некое мнение, что жилой сегмент очень интересен для инвестиций, потому что он самый живой. Когда все остановилось, практически не было девелопмента вообще ни в одном сегменте, развивалось только жилье, и действительно сделки происходили, хотя объем сделок сильно упал. Но вместе с тем нельзя рассматривать жилье, просто инвестируйте в любой жилой проект. То есть есть эконом-сегмент, есть бизнес-сегмент. И, например, в эконом-сегменте в жилье, на самом деле, что происходило в этом году, цены падают в гривни. Это свидетельствует о том, что рынок-то на самом деле предложения уже больше, чем спроса. Просто в последние годы казалось, что каждый второй, имеющий хоть немного денег в нашей стране, он бросился развивать жилой проект. Поэтому и жилье росло как грибы после дождя. Их действительно много, они все очень похожи. И то, что сейчас происходит, это в основном ценовые войны. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы советуем своим клиентам, следует понимать, что действительно они хотят. Есть девелоперы, у которых, в принципе, специализация желает. И тогда мы можем рекомендовать какой-то сегмент, в котором мы чувствуем, что есть еще потенциал для роста. Также и с торговлей, допустим. Торговля, в принципе, достаточно резистент. Она пережила кризис, сохранив в основном свои позиции. Лучше других, вот так скажем, да? Да, конечно, товарообороты упали. Конечно, упали ставки. Это все мы видим. Но вместе с тем, они, в принципе, сумели сохранить в основном арендаторов. Они удержали заполняемость на приемлемом уровне. Но, опять-таки, если говорить с точки зрения развития крупномасштабных проектов, то мы бы сейчас, наверное, не рекомендовали идти в эту нишу. Во-первых, очень много проектов, очень много интересных мест, которые, в принципе, уже заняты будущими проектами. И конкуренция в этом сегменте большая. В то же время конкуренция среди небольших объектов, допустим, окружных, которые рассчитаны на обслуживание нужд небольшого района, который расположен вокруг того или иного хорошего ритейлокейшена. Вот эта ниша нам кажется достаточно интересной и перспективной. К разговору с вами мы буквально через несколько минут вернемся. Пока хочу сказать, что для того, чтобы коммерческий проект был успешным, важно продумывать каждую мелочь, в том числе и в дизайне. Об этом говорили участники международного форума, который состоялся в Киеве. Там побывали мои коллеги из проекта про недвижимость, и сейчас поделятся некоторыми подробностями. Одним из актуальных и незмельных трендов дизайна и интерьеров есть использование каменю. Все тому, кажут фаховцы, что это экологический продукт. Это будет всегда в тренде, потому что это в тренде уже не одно тысячелетие. Мы знаем, что природный камень – это самых древних материалов, на самом деле, которые до сегодняшнего момента везде применяются и будет применяться. Никуда мы от этого не денемся. Щодо тенденцій та трендів в готельному дизайні, то тут лідерство за мегатрендом в сучасності – Міленіулом. Воно й не дивно, адже ми живемо в час діджитал-технологій. Зараз серед дизайну архітектури великий мікс. Багатоманітність стилів, дизайнів, елементи лофту, стиль індастріал – це дуже зручно для користувачів. Однак наразі Міленіал – це мегатренд. Він, зокрема, впливає й на інші. Однак, як і в тенденції та тренди не переважали, кожна споруда, будівля – це щось більше, ніж просто архітектура чи дизайн. Це мистецтво, переконаний польський архітектор Пітер Блейн. Каже, аби створити, що матиме не просто комерційний попит, а викликатиме захоплення, необхідно передусім вміти дивитись у майбутнє. Кожного разу, коли я починаю проєкт, я дивлюся у його світле майбутнє. Дуже важливо, як люди прочитають цей проєкт. Знаєте, картина, яка висить на стіні, сотні очей на неї дивляться, тисячі думок – за і проти. Але успіх завжди ховається в дрібницях, додає архітектор. Дуже важливим є перше враження, адже його вже неможливо виявити вдруге. Починаючи від підлоги, яку ви бачите перед собою, кольором стелі, і закінчуючи матеріалами, з яких зроблені стіни в биральніх приміщенні. На усе це, мимоволі, звертаєш увагу. Здебільшого ти бачиш деталі з відстані 10-15 метрів. Тому, коли ти працюєш над розробкою будівлі, ти водночас працюєш над інтер'єром. Тому архітектура та інтер'єр – вірні соратники. Комфорт та красу – ось що хочуть бачити перед собою потенційні клієнти. І комерція жодним чином не скасовує мистецький підхід до дизайнерських рішень. Навпаки, секрети криються в деталях. Ну, а мне кажется, що такі моменти, вони якраз дають основання для оптимізма, тому що люди зараз думають не тільки о тому, як банально вижити, а о тому, як зробити все це інтересне і більше привлекателним. Давайте будемо заканчувати. Заканчувати хотілося б на чому-то позитивному. І є ли у нас такі, по-вашому менію, основання для позитивних прогнозів по коммерческій недвижимости на 2017 год? Либо ситуація ще буде складною і поки надеяться на лучшее преждевременно? Ну, ми на самом деле достатньо осторожні в своїх прогнозах, поскольку, ну, як я сказала, да, сегмент недвижимости, он вторичен, він следует за економикою. І в економіці поки що прогнози, ну, вони достатньо осторожні. Такой осторожний оптимізм. Тому ми на самом деле тож в наших прогнозах, ми предполагаємо, що вот цей тренд по восстановлению, да, постепенного сокращення в першу очередь вакантності, да, в кожному з сегментів. Це і склади, і офісна недвижимость, і торговая недвижимость. І постепенне восстановлення вакантності, вона можна тільки за счет восстановлення спроса. Спрос буде, в принципі, восстанавливаться, учитывая позитивну макроэкономическую динамику, що позволить снижати вакантність. Але до тех пор, пока вакантність не достигнет ниже 10 в кожному з сегменту, ми не ожидаємо, що начнется рост ставок. Поэтому пока що ми, в принципі, ожидаємо продолження тенденції восстановлення, увеличення арендной активності, що позволить сократити вакантність. А рост арендних ставок в 2017 году, думаю, що ожидати не стоїть. Благодарна вам за участие в програмі. В проекте «Акцент» ми общались з Марією Кристининою, руководителем отдела консультційних услуг в сфере недвижимости Международної аудиторсько-консалтингової компції «ЮАЙ» в Україні. На этом пока все. Увидимся на телеканалі «Первый деловой». Музика Музика Музика